Ровно с того момента, как я покрасила волосы вот в такой цвет, жизнь стала немножко сложнее, потому что их приходится мыть по-особенному. А всё почему? Потому что даже после пяти помывок волос они всё ещё стекают розовым цветом, розово-красным. Поэтому я ушла в комнату, в ванну в которой и запачкать не так жалко, потому что ванна в комнате моих родителей теперь розовая. И это говно не отмывается, поэтому сейчас я просто вам покажу, как это происходит. Дежурная тема. И вот как-то так оно получается. Правда, если я мою голову утром, если это происходит заранее вечером, всё это немножко прилипает к голове. И ещё я обычно накручиваю вот эту часть, потому что она у меня крашеная и немножко мёртвая, но в целом это выглядит вот так. На красных волосах вообще очень хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Уже второй день, как я пытаюсь, сделать все дела, которые мне нужно сделать. Уже второй день у меня это получается с переменным успехом. Мне нужно сделать много дел по модели, я очень сейчас инволвую в это всё, очень много всяких штук, потому что я занимаюсь многими вопросами. И пока мы говорим о модели. Важная информация для всех вокруг, для всех. Чисто просто я сектантка, которая затягивает всех моделей. 1 ноября открылась регистрация на модель ООН МГУ. У нас в стране всего две модели, которые моделируют на всех шести языках официальных ООН, и одна из них это как раз мсумун, вторая это мимун, гемошная модель. И в этом году я, собственной персоной, буду председательницей экономического социального совета. Экососа по-русски, экосока по-английски. Традиционно давайте похлопаем преемственности, что я очень люблю экосок. И в этом году у нас шикарная повестка, которая называется использование космического пространства для устойчивого развития. Просто нереально, это огонь повестка. Я думаю, будет очень жарко, и я ожидаю шутки про Илна Маска. В этом году будут моделироваться 12 комитетов, один из которых это комитет СМИ, где вы можете попробовать себя в качестве реального журналиста, корреспондента, снимать репортажи, писать отчеты, аналитические какие-то статьи и все вот это вот. Что еще безумно, безумно круто, в этом году модель будет полностью экофрендли. Вся бумага, которая используется, а поверьте мне, бумаги на моделях используется пипец как много, у меня до сих пор вот там вот валяются стопки дип-корреспонденции, это ужас. Все это будет перерабатываться, весь пластик, который будет потенциально образовываться в виде бутылок, в виде стаканов, будет перерабатываться, плюс будут шоперы, и вы знаете, как я люблю шоперы. Вот, и по-моему это огонь, особенно вот когда сейчас все вокруг начали более осознанно относиться к потреблению вредных всяких штук типа пластика, не знаю, там бумаги и любых других отходов, по-моему вообще это очень классно, это прям в ногу со временем, поэтому респектос. Я не играю на русском языке никогда, я играю только на английском, но у меня до сих пор есть шальная мечта за какие-нибудь, может быть, полтора-два года выучить хоть на каком-то уровне какой-нибудь из еще языков вон и поиграть, потому что, например, в этом году в испанском, китайском и арабском комитетах очень крутые повестки. Вообще в любом комитете сейчас крутые повестки, но вот в эти вот просто я сижу и думаю, боже, почему я не знаю ни арабского, ни китайского, ни испанского, ничего не знаю, поэтому если вы знаете эти языки, если вы знаете французский, английский и, очевидно, русский, приходите играть. Я считаю, что модель это лучшее, что дала нам политдипломатико-правоэкономическая школа, скажем так. Так, приходите, пробуйте себя, выступайте, и это очень сильно помогает вам перешагнуть через все ваши страхи, которые есть, набраться опыта, знаний, друзей, и просто это нереальный опыт. Вы знаете, куда идти, вы знаете, куда регистрироваться. Чисто я пытаюсь заполнить свой комитет на первой неделе регистрации. Ну, в общем, да, приходите, я вам оставлю ссылки внизу на группу, где написаны повестки и все такое. Ну, короче, все контакты я вам внизу оставлю. Встретимся с вами в марте. Блин, я очень хочу уже модели, ребята. А пока вот это я все вам рассказывала, пойду заниматься другой моделью, очевидно, в которой я глава дизайна дела и отчасти связана с пиаркой. Мы сейчас доделываем последние штрихи к регистрации, делаем посты, оформляем как только можем, и мне нужно еще доверстать пару докладов эксперта. Скорее всего, когда вы видите этот видос, уже все готово, потому что я просто немножко задерживаюсь с таймингом, как вы понимаете. Вот. Поэтому погнали с вами работать, пока у меня есть время. Вот так вот, кстати, в реальности выглядит мой стол. Он никогда не убран, он вечно в попытках что-то разобраться, что мне надо сделать. И здесь я достаю какие-то свечульки, потому что я люблю их зажигать, чтобы приятно пахло. И вот это я обычно просто беру вот так вот, отодвигаю, и все. Почему-то... А, вилка, потому что я снимала видос для ТикТока. Неважно, ребята, неважно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ситуация называется... Всем приветики в этом чатике. Сегодня мы с вами будем разбираться с огромным количеством дел, которые накопились, потому что на следующей неделе я не смогу это все сделать. Мне нужно это будет сдать доранее, либо просто закрыть все долги. И ровно через неделю у меня как раз тот самый сложный семинар, к которому мне сейчас стоит подготовиться, потому что в следующий выходной у меня не будет возможности это сделать. Так что будем с вами сначала писать план того, что надо сделать. Я ничего не помню. Я не помню ничего, что я задолжала, что надо сдать, что надо сделать. Вообще. Вот от слова совсем. Поэтому я не люблю писать планы. Обычно я держу все в голове. Но сейчас мне нужно наглядно видеть вот у себя на стене, чего мне надо сделать. Так что начнем с этого. Из самого горящего. Это тема проекта по английскому. Там все очень банально просто. Просто надо определиться, что я делаю. Это домашнее здание по итальянскому на четверг. Я там пару штук, по-моему, задолжала. Вроде все отдала, но надо проверить. А вот это, это прям девиз моей жизни. Международные отношения. Я пишу СНГ, но на самом деле пусть советского пространства. Мне нужно подготовиться к семинару, который будет, и к срезу. Когда я готова, да, к позапрошлому семинару, у меня получилось вот столько информации. Все очень полезно и, в принципе, все очень нужно. И я что-то боюсь, что сейчас у меня получится то же самое. Я взяла кофе. Вы видели, как я его готовила. Я его называю восточный кофе. Он ничего не имеет общего с Востоком, но это моя достаточно скудная и стереотипная ассоциация. Я в него кладу ложку меда и какие-нибудь специи. Очень круто. Очень стереотипно. Очень по-восточному, так сказать. Но, в общем, это очень вкусно. Поэтому попробуйте дома молоко, кофе, мед, специи. Ну, типа там корицы, кардамона, что-нибудь такое. Еще раз. Очень важный момент. Я думаю, вы очень часто слышали, как по телевидению, в СМИ и в любого рода источниках называют вот это вот пространство, которое сформировалось впоследствии развала Советского Союза, СНГ. И это в корне неправильно. Это, по сути, фактическая ошибка, потому что СНГ – это международная организация, в которую входят, во-первых, далеко не все страны, которые были в Советском Союзе, потому что, например, Прибалтика входит в абсолютно другое пространство, в Европейское, в Евросоюз. Плюс, когда мы говорим о вот этом вот пространстве, стоит помнить о территориях, которые образовались впоследствии, скажем так, внутренних волнений в этих государствах. Это Абхазия, это Южная Осетия, это что еще? Это Приднестровье. То есть вот эти вот непризнанные территории, они тоже являются частью этого пространства. И говорить, что этот регион называется СНГ – это очень неправильно. Просто, знаете, это полезное знание, которое, может, вряд ли вам поможет жизни, но, по крайней мере, заставит вас более правильно выражаться. Если вы читаете иностранные источники, что-то типа, не знаю, The Economist, ну, в общем, любые иностранные источники, вы встретите два определения. Это CIS – Commonwealth of Independent States, то есть СНГ. Другой термин – это Newly Independent States. И когда вы видите вот эту фразу, это конкретно то, что относится к постсоветскому пространству, государствам, которые организовались после распада Советского Союза. Вот. Поэтому я пошла сейчас заниматься теми самыми Newly Independent States и рассматривать конфликты, которые возникали на этом пространстве. Я вам тут везде в видосе писала, что осталось два дня до отъезда, один день до отъезда. А это значит, что я, наконец-то, еду в Казань и проведу с вами там встречу, потому что очень хочу со всеми вами пообщаться. Я всю информацию выложу чуть позже, когда определюсь с датой и временем, поэтому колокольчик поставьте, чтобы ничего не пропустить. Ещё на Инстаграм подпишитесь, чтобы вообще точно знать, что, где, когда, во сколько, куда. В общем, чтобы получить всю информацию. А пока что я поехала в аэропорт. Желаю вам отличного, прекрасного дня. Надеюсь, что он у вас будет такой же хороший, как я планирую его себе. Спасибо вам большое за просмотр и до встречи в следующих видосах. Пока-пока. Всё.